Здравствуйте, мы приветствуем вас в информационном агентстве Татаринфорум. Сегодня пятница и мы собрались обсудить текущую санитарно-эпидемиологическую ситуацию в Татарстане. Вопросы, напоминаю, присылайте к нам в WhatsApp по номеру 8 927 037 91 10. Наши уважаемые спикеры Любовь Геннадьевна Авдонина, заместитель главного санитарного врача Татарстана, и Владимир Владимирович Жалоронков, заместитель министра здравоохранения Татарстана. Любовь Геннадьевна, порадуйте нас, пожалуйста, как мы надеемся, хорошими цифрами. Доброе утро, уважаемые коллеги. За истекшие сутки в республике зарегистрировано 638 случаев новой коронавирусной инфекции, с нарастанием на сегодня 129 356 случаев. С восьмой недели мы отмечаем снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекции. Напомню, что оно продолжалось с начала 2022 года. И на восьмой неделе снижение было на 30%, а за последнюю неделю снижение на 41%. Вместе с тем заболеваемость за текущий период марта выше заболеваемости за текущий период февраля 2022 года на 41,7%. Суммарно заболеваемость гриппом и острыми вирусными респираторными инфекциями за последнюю неделю ниже эпидемического порога на 45%. За последнюю неделю случаев гриппа среди населения Республики Татарстан не зарегистрировано. Всего на сегодня суммарно из тех расшифрованных случаев методом геномного полисеквенирования от заболевших новой коронавирусной инфекцией 1189 случаев составляет штамм омикрон. И в общей структуре заболевших он составляет уже 94%. На прошлой неделе мы говорили, что этот процент был 92%. Из этих 1189 случаев 33 случаев завозные, это граждане находились либо за границей, либо в других субъектах Российской Федерации. Остальные случаи местные, то есть жители никуда не выезжали. 92,5% заболевших омикроном перенесли инфекцию по типу острой вирусной респираторной инфекции. Только у 73 вне больничной пневмонии, это 6%, и остальные 16 это бессимптомное носительство. Мы продолжаем контрольно-надзорные мероприятия за соблюдением антиковидных мероприятий профилактических на объектах Республики Татарстан. За прошедшую неделю проверен 151 объект, и нарушения антиковидных требований были выявлены в 49%, это 32,5% от числа проверенных. Составлено 23 протокола на общей сумме 282 тысячи рублей вынесено штрафных санкций. Утренние фильтры в образовательных организациях также продолжаются. Напомню, что это обязательная мера, обязательное требование. За прошедшие сутки не допущено до посещения занятий 318 детей с симптомами острых вирусных респираторных инфекций, либо с температурой. Всего с нарастанием с 1 сентября не допущено 50 293 ребенка в образовательной организации. На сегодня классов на разобщении в Республике Татарстан нет. Спасибо. Спасибо большое, Геннадий Владимирович. Как в медицинских учреждениях обстановка? Обстановка стабильная. Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые коллеги. Ситуация всё в том же прежнем режиме протекает согласно той санэпид-ситуации, в которой мы с вами находимся. По количественным показателям, которые мы с вами уже здесь, который год обсуждаем, 2709 человек у нас со статусом выздоровел за минувшие сутки. Вакцинация проходит в своем русле стабильно. Первым компонентом вакцинировано 81,24% от численности населения. Если говорить об абсолютных числах, вакцинированных первым компонентом 2 млн 475 099 человек, вторым компонентом 1 млн 925 721 человек. Вакцинировано 60+, категория лиц 60+, первым компонентом 640 388, вторым компонентом 436 874, это 75,55% от общей численности населения в категории возрастной 60+. И статистика, о которой мы не устаем говорить с точки зрения определенной зоны риска, это количество вакцинированных человек, извините, прошедших повторную вакцинацию на 11 марта 258 551 человек, а всего подлежит этой повторной вакцинации, то есть количество вакцинированных человек двумя компонентами на 1 сентября. Это 843 568 человек, то есть мы можем сказать, что повторную вакцинацию прошли из подлежащих чуть более 30% населения. В общем-то, из стандартного отчета у меня все, готово к вопросам. Спасибо. Пожалуйста, у нас. Так, ГТРК, Татарстан, Панал Россия. У меня вопрос к вам. Вы говорили о 49 предприятиях, а какие нарушения конкретно выявлены? И второй вопрос. За последние два дня мы наблюдаем столпотворение в торговых центрах, которые уходят от нас, да? Никакой социальной дистанции не соблюдаются. Роспотребнадзор за этим как-то следит или нет в очередях? Напомню, да, что социальная дистанция у нас прописана в постановлении Кабинета Министра Республики Татарстан в том числе, да, и за обеспечением требований на объекте следит и ответственность несет, конечно же, руководитель данного предприятия, данного объекта. Нарушения, которые были выявлены в тех объектах, которые мы проверили, стандартный набор нарушений – это неправильное ношение масок, это недостаточный запас масок, средств индивидуальной защиты на данном предприятии, это неправильное соблюдение требований по текущим обработкам, наличие антисептиков в том числе, и, соответственно, несоблюдение кратности проветривания помещений либо правильного использования бактерицидных облучателей. Спасибо. Нарушение такое. Здравствуйте, Юлина Киселева, Татаринформа. Владимир Владимирович, детскую вакцину всю освоили или есть еще остатки? Нет, есть еще остатки. Связано это, наверное, не столько с отсутствием интереса, а с тем, что эта вакцина распределена по медицинским организациям. Соответственно, обратно мы ее, и в каких-то медицинских организациях, в каких-то детских поликлиниках она прям подчистую у нас выработана, то есть интерес большой, но у нас нет обратного хода, то есть мы не можем взять вакцину из одной детской поликлиники, куда уже распределили, и ее выгрузить в пользу другой детской поликлиники. Поэтому у нас есть остатки, их можно узнавать, где и что, если есть необходимость. Более того, мы входим в процесс регулярных поставок этой детской вакцины, снова поступило энное количество доз этой детской вакцины, спутника М. Поэтому я думаю, что с этим никаких затруднений нет. Если вдруг возникают какие-то вопросы, мы всегда открыты и готовы подсказать, где она есть, как проще это реализовать. Мы повторяем, что мы продолжаем вакцинировать в медицинских организациях. Количество можно узнать? Если я не ошибаюсь, 960. Спасибо, Артем. Владимир Владимирович, уточните, пожалуйста, сколько уже привилось детей на сегодняшний день? Значит, на данный момент у нас привилось первым компонентом 2006 ребятишек. Спасибо. Владимир Владимирович, срау, дотарча. Владимир Владимирович, срау, дотарча. Здравствуйте. Продолжение следует... 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 Спасибо. Ещё вопросы? Вопросов больше не осталось. Пожалуйста. Варвара Кудрявцева от Медиа. У меня вопрос по переселенцам. Как-то будет организована вакцинация для них? Да, конечно. Мы отвечали на этот вопрос уже. Там никаких проблем нет. Переселенцы у нас находятся на ежедневном контроле. Есть чётко распределённые медицинские организации, которые отвечают за того или иного, ту или иную семью. У нас ведь не только в городе Казани переселенцы, есть и в районах республики, и в центральной районе больницы за них отвечают. Все механизмы по оказанию медицинской помощи, в том числе и по вакцинации, проработаны. Здесь мы никаких проблем не видим. Да, конечно, конечно. Тут всё абсолютно чётко. Хочет вакцинироваться, пожалуйста. Спасибо. Владимир Владимирович, опять вам вопрос. В реанимациях пациенты есть в ковид-госпиталях, правильно понимаю? Да. Да. Хорошо. Прекрасный вопрос. Значит, в реанимациях действительно есть. Мы говорили о том уже с вами, что нас действительно заботит тот факт, что, казалось бы, снижается заболеваемость. Но, тем не менее, коллеги, которые работают в ковидных госпиталях, они говорят о том, что тяжесть заболевания довольно серьёзная у пациентов. И это совершенно не говорит о том, что у нас, знаете, такие абсолютно пустующие мощности стоят, и, может быть, в районе приёмного покоя наплыв уже не тот. Но вот внутри ковид-госпиталей, внутри временных инфекционных госпиталей, там работа кипит очень серьёзная. И никакой расслабленности от того, что пациентов в тех же самых отделениях реанимации стало меньше, такого мы не наблюдаем. Спасибо большое, уважаемые журналисты, уважаемые спикеры. Прощаемся с вами до следующей пятницы.